Этого енота несколько лет назад нашли в Рязани, в истощенном состоянии на платном переезде в Соколовке. Долго отлавливали, пытаясь спасти зверя. Наконец, попытки увенчались успехом. Когда животные осмотрели, то обнаружили множество шрамов. Енот оказался девочкой. Ее назвали Надюшей. Сейчас она живет в зооцентре. Когда мы ее только забрали, она была, во-первых, истощена. В ней не было трех килограммов. И она очень боялась и людей, и вообще всей обстановки. Мы ее не трогали, не беспокоили, то есть просто кормили. Книжки ей читали. Спустя полгода Надежда первый раз позволила нам до нее докоснуться. Она нам доверилась, мы ее просто погладили. Она ничего не сделала, не попыталась ни укусить, ни убежать. И ей это прикосновение понравилось. Надо сказать, что енот уже несколько лет на пике популярности среди диковинных животных, которых заводят люди. В детстве они смешные и милые, а когда подрастают, хозяева поражаются тому, что ангел превратился в монстра и стараются от него избавиться. Возможно, так произошло и с Надюшей, хотя характер у нее очень милый. А вот этого енота, Фореста, хозяева завели, понимая, на что они идут. Правда, изначально звери хотели приобрести для зооцентра, но так к нему привыкли, что он стал членом семьи. Получилось так, что в первые два месяца жизни енот провел в квартире и ухаживали мы за ним, как за маленьким ребенком. Выкармливали его из бутылочки, делали массаж живота. И, в общем, настолько привязались к нему, на самом деле, как к маленькому ребенку. И уже я не представляю жизнь свою без енота. Ольга рассказывает, что еноты познают мир посредством когтей и зубов. В первые годы жизни эти животные склонны к разрушениям. Свою квартиру хозяйка Фореста переделала специально под енота. Все выключатели и полочки разместили на высоте для безопасности зверька, ведь он очень любознателен. Меня спрашивают, а как обои, шторки? Ну, шторок нет уже давно, вместе с карнизом они были уничтожены. А обои тоже, то есть они лоскутами вот так были порваны. Но это не самое главное. Енот своими ручками способен в бетонной стене проковырять дыру. Это на самом деле, это правда про енотов. В коридоре было две огромные дыры из кулак, который проковырял Форест. Он может отодрать линолеум в аркет и залезть туда и там лазить. Это все правда. Ольга говорит, что от ее любимого енота у нее немало шрамов и царапин. Поэтому прежде чем завести диковинного зверька, нужно хорошенько подумать и взвесить все за и против. Вообще все еноты кусаются, потому что это дикие звери. Они не одомашненные, хоть они и живут дома. С рождения Форест живет дома. Но его укусы очень травмоопасны. И он может прокусить до кости. Вот последний укус на моей руке лишил меня чувствительности моего мизинца на целую неделю. То есть он задел мне нерв. И на самом деле очень много шрамов. У меня четыре шрама на голове от моего домашнего милого енотика. У меня огромный шрам на ноге. И это норма для енотов. На сегодняшний день в интернете очень много предложений по броне на енотов. Дело в том, что у них сейчас период размножения. Но многие люди не понимают, на что они идут, когда решают завести редкого зверька. Форесту повезло, он попал в заботливые руки. Несмотря на его своенравный характер, его любят. Но вот другим животным может и не повезти, если они попадут не в те руки. Олеся Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».